В один из дней, когда Иисус учил в храме, проповедуя радостную весть, к Нему пришли первосвященники и учители закона со старейшинами. «Скажи нам, чьей властью ты все это делаешь, и кто дал тебе эту власть?» спросили они. В ответ Иисус сказал, «Я тоже задам вам вопрос. Скажите, откуда Иоанн получил свое право крестить? С небес или от людей?» Они стали совещаться между собой. Если мы скажем «с небес», то Он спросит, почему же вы Ему не поверили? Если скажем «от людей», то весь народ побьет нас камнями, ведь они убеждены, что Иоанн был пророком. «Мы не знаем, от кого», – ответили они. «Тогда и я вам не скажу, чьей властью я все это делаю». Он начал рассказывать народу притчу. Один человек посадил виноградник. Он отдал его в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края на долгое время. Когда пришло время, Он послал слугу к виноградарям, чтобы они дали причитающуюся Ему часть урожая. Виноградаре же избили слугу и отослали его с пустыми руками. Он послал другого слугу, но они и этого избили, поиздевались над ним и отослали с пустыми руками. Он послал третьего слугу. Они и этого изранили и выбросили из виноградника. Тогда хозяин виноградника подумал, «Что же мне делать? Пошлю своего любимого сына. Может, хоть его они устыдятся». Когда же виноградари увидели сына, они решили, «Это наследник. Давайте убьем его, чтобы наследство стало нашим». Они выбросили его из виноградника и убили. Что теперь сделает с ними хозяин виноградника? Конечно же, он придет и убьет тех виноградарей, а виноградник отдаст другим. Слышавшие это воскрикнули, «Пусть этого не случится». Но Иисус, взглянув на них, сказал, «Что означают слова Писания, камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Каждый, кто упадет на тот камень, разобьется вдребезги. А на кого он упадет, того раздавит». Учители закона и первосвященники, поняв, что эту притчу Иисус рассказал о них, хотели немедленно арестовать его, но побоялись народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok